Приветствую вас, Кристина. Сразу хотел бы сказать, что то, что я вам попытаюсь донести в своем ответе, может быть, воспринято вами негативно, потому что, может быть, будет встречено сопротивление, которое не позволит вам принять того, что я вам скажу. И в этом случае, если вы почувствуете в себе вот это вот желание сопротивляться, это желание не соглашаться со мной или с другими коллегами, вот, прежде чем реализовывать его, да, прежде чем сопротивляться, говорить, что я или мои коллеги неправы, постарайтесь подумать, почему у вас это сопротивление возникает. Ведь то, что говорим мы, является далеко не самым, ну, иллюзорным, далеко не самым поверхностным. Мы стараемся ответить на ваш вопрос достаточно полно. Поэтому, если у вас появится сопротивление, пожалуйста, подумайте, откуда оно появилось. Итак, вы пишите, значит, так сложилось, что с парнем общаемся только либо по перепискам, либо по видеосвязям. И отношения уже пять месяцев. Ну, во-первых, здесь надо сказать, что это не отношения. На расстоянии, по переписке, по видеосвязи, это не отношения. Да, это может быть взаимодействие. Да, может быть, каждый из вас испытывает друг другу что-то, какие-то чувства. Но это не отношения. Почему? Потому что в данной форме взаимодействий на первый план выступает образ человека, а не он сам. В силу того, что вы его не видите. Ну, то есть, не полностью видите. И в силу того, что вы вынуждены фантазировать. Вы вынуждены фантазировать в любом случае. Потому что вы не постоянно вместе. И вот эта образность восприятия человека позволяет говорить о том, что вы в отношениях сейчас, на данный момент, не с реальным человеком, а только с тем, кто есть в вашем воображении. Да, реальный человек так же присутствует. Да. С реальным человеком вы общаетесь. Но отношения вы строите с человеком в своем воображении. Поэтому ваши отношения не являются отношениями. То есть, да, это может быть общение. Это может быть взаимодействие. Но это не отношения между мужчиной и женщиной. Это не романтические отношения. Далее. Вы пишите, что так сложилось. Как так? Понимаете, когда люди говорят, так сложилось, я понимаю, что, может быть, действительно у вас нет возможности. Я понимаю, что, может быть, он вам понравился. Может быть, вы ему понравились. И вы общаетесь так, потому что по-другому нет возможности. Но в этом случае нужно, чтобы была четко определенная цель, когда вы встретитесь. Если этой цели нет, отношения лишены какого-либо смысла. Когда вы говорите, что так сложилось, что вы с Барлем общаетесь только по переписке, либо по видеосвязи. Вы занимаете себя ответственностью. Не так получилось. А вы, именно вы, Кристина, захотели этого. Вы сами в эти отношения вступили. Вопрос в том, зачем, для чего. Вот, судя по вашему дальнейшему сообщению. Ну, судя по тому, что вы дальше пишете. Можно представить, что вы уже к человеку привязаны. То есть, отношений у вас нет. Вы друг другу, по сути, никто. А вы уже эмоционально вовлечены. Я полагаю, что эмоциональная вовлеченность здесь, это те же самые мотивы, что и заставили вас вступить в такой вид взаимодействия. Человеку. Я не знаю, что это. Может быть, это правда страх одиночества. Может быть, это правда страх, что вас бросит. Может быть, это трансференция. Может быть, это перенос. Перенос. Я не знаю. Для этого мало информации. Может быть, это удачное попадание в ваш первичный мужской образ. Мужчина – это тот, которого вы и хотели бы видеть рядом с собой. Не знаю. Но однозначно есть между этими вещами связь. То есть, между тем, что так сложилось, что мы с данным общаемся по переписке, и тем, что у вас внутри все кипит. Между этими двумя вещами есть связь. То есть, если вы хотите понять, почему у вас кипит все, а это основная проблема для психологов, не проблема, что парень, может, пропадает, а проблема в том, что у вас внутри все кипит. Понимаете? Вот если вы хотите понять, почему так, нужно проанализировать, как вы в отношении вступили с этим парнем. То есть, если вступили вы, например, вынуждены, да, то есть, ну, не хотели вступать, но вступили, то, соответственно, кипит потому, что последняя возможность теряется быть счастливой, например. Ну, по вашему мнению. То есть, вы бы хотели других отношений, но имеется возможность только этих. Дальше. Если вам парень понравился, ну, просто понравился человек, понравился мужчина, то кипит потому, что не хотите терять человека. То есть, ну, не хотите упускать такого хорошего, красивого, умного мужчину для вас. Если вы несчастливы были до него, или у вас были какие-то проблемы до него, они есть и сейчас, эти проблемы, но с ним они стали легче. то кипит все именно потому, что вы как бы злитесь на него, что он не делает вас счастливой. Вопрос в другом. А должен ли? Вопрос в другом. А может ли? Вопрос в другом. 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 непонятно но про интернет это да, может быть а про то, что он звонил, а вы не отвечали если это правда, то почему это отговорка соответственно, здесь нужно сказать так опять же я не знаю, как вы общались все это время но если человек был в вас влюблен и вел себя как влюбленный а сейчас он ведет себя уже по другому можно говорить о том что его влюбленность прошла можно говорить о том что его чувства притупились потому что влюбленности там есть срок от трех месяцев до до двух лет и это зависит от многого от расстояния от человека от типа отношений и так далее поскольку у вас отношения на расстоянии мужчина вас не чувствует то при условии что между вами не было ссор при условии что за последнюю неделю не происходило ничего не происходило такого что могло бы его оттолкнуть от вас можно говорить о том что его влюбленность просто прошла ситуацию ситуацию можно спасти если вы встретитесь например и практически невозможно ничего изменить если вы встретиться не можете потому что мужчина еще пока подсознательно понял что вы не удовлетворяете его потребностям все он не может вас обнять он не может вас поцеловать он не может вас там как бы почувствовать и вы тоже самое а люди в этом нуждаются и какая бы хорошая ни была переписка и видеосвязь этого никто не заменит и ничто конечно если были конфликты то конфликты могли повлиять это могут быть обиды недоковорки недомолвки недопонимания между вами которые бывают между людьми которые общаются вот так но в таком случае тут надо анализировать и может ну выводить человека на разговор далее то что вы виноваты для него даже если это плохо это говорит на том что человек перекладывает на вас ответственность либо он ищет повод с вами расстаться если у вас не было конфликтов либо он обижается на вас за что-то если были какие-то проблемы как на это реагировать соответственно если первый вариант то есть то есть что влюбленность прошла никак это просто нужно принять если второй вариант поговорить возможно не один раз мужчины попытаться донести что вы извиняете что вы не поняли что вы ошиблись что вы просите прощение и так далее в первом случае как бы тяжело это не было без возможности встретиться лучше будет принять так делаю вид что все нормально не хочу ставить скандал выглядеть истричкой ну опять же понимаете как то что вы делаете сейчас это плохо для вас есть негатив который вы воспринимаете как негатив вы его себе копите и пока пока вы выросли его здесь но этого мало если вы будете негатив этот держать в себе рано или поздно он взорвется тогда это действительно будет приступ истерики но этот приступ будет защитой от более тяжелых последствий сдерживания негатива поэтому я думаю что будет справедливо если вы молодому человеку скажете ненавязчиво о том что последнее время последние недели ну неделю лучше не говорить последнее время перестали его чувствовать просто можно сказать что он отдалился и вам грустно по этому поводу ненавязчиво без претензий спокойно посмотрите что он скажет почувствуйте удовлетворило вас это или нет если нет то ну не надо анализировать почему либо опять интерпретация здесь либо это действительно вас не устраивает просто но тогда стоит отдельно рассмотреть вопрос ожиданий чего вы ожидали от этих отношений тогда так внутри меня все кипит что кипит переживаю по поводу всего чувствую какой-то подвох чего боитесь недоверие почему вот понимаете недоверие связано с тем что вы чрезмерно на человека полагаетесь то есть вы достаточно сильно вплетаете его в свою жизнь при том что его в вашей жизни нет чтобы не было недоверия нужно определить границы границы в пределах которых вы можете на человека рассчитывать а в пределах которых нет потому это получается что вы рассчитываете на человека там где его нет из-за этого вам больно и из-за этого возникает недоверие а а может у парня бросать интерес пропал и он пытается услиться может быть но дело не в нем дело в вас потому что я верю в позицию и желание ищет возможности равнодушной отговорки ну да вы правы но не все так однозначно иногда бывает что возможности нет ведь у вас же нет возможности например видеться у вас нет возможности встречаться так что не торопитесь так говорить работать спокойно не могу сосредоточиться тоже не могу это зверк мотивация ваша быть с ним то есть вы чересчур чрезмерно заинтересованы в том чтобы быть с ним я полагаю что советы здесь вот именно то что можно порекомендовать что все довольно стандартные будут это больше внимания уделять себе это больше внимания обратить на реальный мир это больше взаимодействовать с реальными людьми с реальными мужчинами почувствовать себя женщиной пересмотреть может быть свой имидж внешний вид как бы не видеть даже образ внешнего внешнего вида вот и по большому счету больше думать о себе о том что реально а не то что я начал идти где-то там по поводу того пропасть во несколько дней ну не знаю это манипуляция если именно пропасть вы можете отвечать но отвечать односложно то есть как бы на звонки не отвечать например в переписке отвечать односложно либо вообще не отвечать но при этом находиться в сети если угодно вот но делать это нужно не с целью как бы знаете вот вы делаете и ждете что парк вас подумает как он отреагирует и так далее нет вот так это делать не надо так нужно делать только если вы действительно если вы и правда что-то для себя делаете если вы и правда чем-то занимаетесь таким важным вот это на уровне поведения пока ну а на уровне психологических процессов основные направления я вам дал это рассмотреть мотив по которым по которому вы в эти отношения вступили рассмотреть свои ожидания то чего вы хотите хотели от человека рассмотреть что произошло перед этой неделей и рассмотреть причину того почему вас кипит кипит то есть понимаете то что у вас у вас негатив у вас негативные переживания это говорит о том что мотив за этим стоит ваш то есть дело не в парне а в вас вы это интерпретируете так как вам ну что вам неприятно соответственно в вас и лежит ответ нужно просто подумать что именно мне не нравится чего я хочу что я не получаю и должна ли я получать от него это а если должна то может ли он мне это дать а если он мне этого не дает имеет ли смысл требовать как бы да я могу требовать но толку толку от того что я требую понимаете то есть вот нужно раскрыть вашу мотивацию пока это излишнее сосредоточение на человек больше чем предполагает ситуация больше чем предполагает тип ваших отношений то что вы не можете спокойно работать это говорит о том что он для вас очень важен мужчина при том что вы его не видели ну вживую ну так получается из вашего текста при том что вместе вы пять месяцев вы не целовались вы друг друга не обнимали вы не спали вместе у вас только общение значит вы привязаны к этому общению значит вы хотите чувствовать себя важным без него вы важный себя не чувствуете возникает вопрос если вы действительно хотите чувствовать себя важным если вы действительно хотите чувствовать себя более значимой то что вы можете сделать для того чтобы повысить собственную значимость уже сейчас постарайтесь об этом подумать я думаю что каким-то определенным выводом вы уже придете на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи 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 удачи